Витископ Октябрьский дворец это такая история, которая там начиналась, ну я не знаю, сколько поколений уже И, конечно же, не хочется оттуда уходить И лучших залов, в принципе, в Киеве просто нет А если они и есть, вот есть некоторые фитнес-центры, где большие залы, вот там теннис есть Но представляете, какая там аренда Ну я себе даже не представляю, кто за это платить не будет Если в Октябрьский никто не хочет оплатить, который арендов там в три раза меньше И там, я думаю, что и скидки есть, и так как там уже 30-50 лет уже художественная гимнастика То там намного все это проще И мы тренировались в свое время, когда были щели И сварка была, я помню, и мы закутывались, было холодно в шарфах Но на самом деле это просто невозможно тренироваться Потому что ты одеваешь, ну я не знаю, сколько на себя колгота, кофт Ты двигаешься такой, как робот, ничего не можешь сделать Ты еле разогреваешься и застываешь в минуту У тебя тело просто деревенеет И очень легко получить травму Во время разминки, потому что холодно И после того, как ты постоял, послушал замечания тренера Ты опять можешь получить травму, потому что ты опять начинаешь делать И тебе уже холодно, ты уже занемело тело Были периоды, когда нам и свет включали Мы, конечно, очень радовались Потому что в 6 часов в 5 уже темно Свет где-то в 6 выключали Мы бежали домой, ну просто сколько же надо было оставить свечей или фонариков Чтобы мы тренировались Ну у нас, конечно, тренировка начиналась, возможно, раньше Меньше перерыв, чтобы мы больше тренировались Но в 6 уже отправляли домой, может, и темень была Ну вот Ну иногда, конечно, мы бросали в темноте предметы Нам говорили, бросайте, выпускайте, ловите Чтобы вы тренировались свое зрение и видели предмет даже в темноте Ну мы иногда дурачились, конечно, и так делали Но обидно, потому что Когда нет восстановления, когда нету залов Какие могут быть медали?